Сегодня мы поговорим о эстетике и пропорциях лица, исходя из строения либо деформации костного скелета. Те мягкие ткани, которые покрывают костный скелет, они являются лишь отражением тех деформаций, либо той анатомии, которая представляет кости лицевого черепа. Очень важно, если у нас есть недоразвитие верхней челюсти, недоразвитие нижней челюсти, есть определенное соотношение верхней зоны лица, средней зоны лица, нижней зоны лица, в конечном итоге это скажется на том эстетическом соотношении, которое определяет красоту нашего лица. Очень много зависит от недоразвития нижней челюсти или верхней челюсти. Нос, кости носа и форма носа напрямую зависит от деформации верхней челюсти. Если есть какая-то асимметрия правой или левой половины кости лицевого скелета верхней челюсти, если есть деформация зубочелюстной системы, это всегда скажется на анатомии носа. И как бы мы ни старались, как бы мы не выставляли нос прямо, никогда не будет достигнута симметрии после операции. Поэтому, когда мы планируем ринопластику, мы всегда смотрим на прикус, мы всегда изучаем зубочелюстную систему, мы всегда разговариваем с пациентом о тех возможностях и том результате, те, которые может быть достигнут. Я бы один я хотела поговорить о недоразвитии подбородочного отдела нижней челюсти. Когда мы делаем подтяжку лица, и вот эта зона короткая, всегда визуально это будет сказываться на овале лица, на соотношении с подъязычной костью и тот угол, который формируется между подбородком и шеей. Он может быть скошен, если подбородочный отдел недоразвитый. В этом случае очень рекомендую и целесообразно делать пластику подбородочного отдела. Это не силикодовым плантатом, хотя это тоже имеет место быть, но это все-таки инородный материал. Делается и редекция подбородочного отдела. На основании компьютера мультиспиральная томография рассчитывается. Делается и редекция подбородочного отдела, и подбородочный отдел выдвигается, и таким образом достигается гармония лица. Такие результаты у нас операции представлены в работе вместе с челюстным лицевым хирургом. Мы делали сочетанную операцию, и мне кажется, результат очень выигрышный. Пациентка значительно стала выглядеть моложе, привлекательнее, и достигнуты правильные антропометрические соотношения. Поэтому на лице всегда все взаимосвязано, и это нужно понимать и консультироваться с хирургом по всем составляющим того результата, к которому вы стремитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова